Девятнадцать часов. Украинская столица. Мы продолжаем свою работу в прямом эфире новости. На Юэй Ти Ви в студии работает Артём Бибик. Один защитник Украины ранен на Донбассе с начала суток. Боевики трижды открывали огонь по украинским позициям. Несмотря на договоренности нормандской четверки в Париже, сообщили в пресс-центре объединенных сил, били оккупанты из минометов 82-го калибра, ручных гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Огонь вели у Новомихайловки, Павла, Поля и Зайцева. Попрощались с героем. Романа Беспалова, тело которого в начале ноября с оккупированной территории передали украинской стороне, похоронили на родине в селе Вольное Днепропетровской области. Восемь военных, среди которых был Роман, в конце мая попали в плен. Их держали в СИЗО оккупированного Донецка. А в октябре в соцсетях появилось сообщение, что Роман повесился в одиночной камере. Родственники смогли опознать тело только благодаря экспертизе ДНК. Почему, расскажут корреспонденты ЮАИ-ТВ. У дома Романа Беспалова собираются военные. Пришли попрощаться с сослуживцем, который погиб в плену в оккупированном Донецке. Рассказывают Роман, и еще семь военных везли документы из Мариуполя в Константиновку. Заблудились и случайно оказались на неподконтрольной территории. Более полугода неизвестно ничего было о парнях, связи не было с ними. А в октябре один из них совершил самоубийство. Сначала фамилию не называли, а потом сказали, что это Роман Беспалый. Тело украинской стороне передали спустя несколько недель без внутренних органов, вещей и каких-либо документов. Передали его в целлофановом мешочке. Роман, профессиональный военный в армии, 18 лет, а на передовой – с самого начала войны. Там же познакомился с будущей женой. Они расписались, а спустя два года обвенчались в Мангуше. Накануне плена я держала над его женой корону в церкви. Даже на войне это было продолжение жизни. Это была какая-то надежда. В то, что Роман мог повеситься в камере, ни волонтеры, ни сослуживцы не верят. «Он такого не мог сделать никогда. У него другой характер. Он другого склада человек был. Это был на самом деле воин. Скорее всего, что он не подчинился оккупантам. И потом, я думаю, его пытали». Тело было настолько изуродовано, что ни жена, ни отец не смогли его опознать. Решили делать экспертизу ДНК. На днях пришли результаты. Совпадение – 99%. Но Анжела до сих пор не верит, что это ее муж. Тем более, что днем раньше ей якобы случайно отдали чужие останки. На бирке вместо фамилии Беспалый было указано «Солдат-527». «Там был, как говорят, у нас холодец. Там не было ничего. Какие останки? Я могу показать видео. Я это снимала. Я вызывала полицию новомосковскую. Это открывалось при них повторно. Полиция это зафиксировала. Как сказал врач, что это человеческий фактор. Я в такие факторы не верю». Тело мужа Анжели таки отдали за несколько часов до похорон. Но в ближайшие дни она хочет сделать еще одну независимую ДНК-экспертизу. Говорит, не перестает верить, что ее роман жив и таки вернется домой. Наталья Гусак, Владимир Штенгелов, Днепропетровская область, ЮАИ-ТВИ. Действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей парламент продлит до 31 декабря 2020-го. Такое решение принятое фракцией большинства назвали временной мерой. За год депутаты должны разработать новый законопроект с учетом договоренностей, которые будут достигнуты в нормандском формате. Нынешний закон парламентарии приняли еще в сентябре 2014 года, но в реальности он так и не заработал. Очевидно, когда будет готов новый текст и новый закон и будет согласован со всеми сторонами. И в нем будет написано, что этот закон прекращает действие. Когда это может быть технически и организационно, это может быть и через полгода. Поэтому я думаю, что за год мы справимся. Мы решили заочно. Бывшего депутата Верховной Рады Крыма Светлану Савченко приговорили к 14 годам лишения свободы за государственную измену. Решение вынесут Киева. Это первый заочный приговор крымскому парламентарию. На данный момент в судах на рассмотрении находится еще около 70 дел относительно бывших депутатов Верховного Совета Крыма, которые поддержали оккупацию полуострова. Сейчас Светлана Савченко является депутатом Госдумы России. Привлечь ее к ответственности смогут только в том случае, если она окажется на территории Украины. Светошинским районным судом Киева вынесен приговор депутату Верховной Рады Автономной Республики Крым. Являясь парламентарием, она совершила ряд действий, направленных на легитимизацию незаконной власти на полуострове. А именно, голосовала за независимость и Конституцию Республики Крым. Суд вынес приговор. Лишение свободы на 14 лет. Под арестом без права внесения залога. 16-летний студент, избивший украинского активиста из Бахмута, пробудет за решеткой до конца января 2020 года. Донецкий суд изменил ему меру пресечения. Ранее его отправили под домашний арест. Сообщили в нацполиции. 29 ноября на волонтера Артема Мирошниченко напали на улицы двое несовершеннолетних. Он после ряда сложных операций впал в кому, а после скончался. В городе его знали как волонтера и активиста. Именно из-за проукраинской позиции его и избили, уверены родственники Мирошниченко. Дело расследуют по статье «Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть». Еще одно тело опознали в Одессе, где в результате пожара погибло 12 человек. Это 48-летняя Наталья Третьякова. Она работала заведующим отделением права в колледже. Ее опознали родственники. Сегодня суд отправил директора колледжа под домашний арест, сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области. Пожар в историческом здании Одессы вспыхнул утром. 4 декабря загорелась на третьем этаже, огонь быстро распространился по всему зданию. Полиция рассматривает уже три версии возгорания в колледже. Это неисправная электропроводка, неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог. Действуй против насилия. Что делать, если столкнулись с домашним насилием, объясняли людям активисты во Львове. Полиция и социальные службы организовали специальную акцию. Все желающие могли получить бесплатную юридическую консультацию или пройти курсы до медицинской помощи. Также организаторы вместе с участниками создали тематическую гирлянду. На ней написали подсказки, как можно решить эту проблему в семье. Завершили акцию флешмобом, выпустили в небо голубей, как символ свободы. Статистика прошлого года во Львовской области было зафиксировано 6 тысяч вызовов, касающихся домашнего насилия. В первую очередь нужно обращаться на горячую линию 102, чтобы прибыл экипаж полиции и вы чувствовали себя в безопасности. А уже потом обращаться к юристам и в социальные службы. Именно об этом мы и рассказываем, потому что многие не проинформированы. В Украине, не знаю, как в других странах, в Украине люди проинформированы очень мало. Я так считаю. Возможно, они не столько мало проинформированы, как просто боятся говорить об этом. Транспортный хаос в Париже. Длина пробок достигает 500 километров. Французская столица практически парализована из-за забастовки профсоюзов против пенсионной реформы. В городе работают лишь несколько линий метро и только три автобусных маршрута. Протесты во Франции продолжаются с 5 декабря. Причина – планы властей урезать льготы при выходе на пенсию. Реформа коснется, в частности, машинистов, контролеров, почтальонов, водителей автобусов. Льготы планируют сохранить только тем, чья работа связана с повышенным риском – полицейским, военным и пожарным. Добраться на работу – настоящее испытание. Это очень утомляет. Мы можем понять страйк. Но в Париже, когда общественный транспорт не функционирует, это парализует весь город. Уже которое утро ничего не меняется. Я прихожу сюда, жду, но поезд приезжает уже полностью забитый. Как банка с сардинами. И мне приходится возвращаться домой. Кожу для пересадки пострадавшим от извержения вулкана заказала Новая Зеландия из США. Американцы отправят более миллиона квадратных сантиметров кожи из банков донорских тканей. Извержение вулкана произошло 9 декабря. Шесть человек погибли, 29 находятся в больницах. У большинства обжжено 40% тела. Но есть и пациенты с ожогами до 95% кожи. Меньше часа остается до встречи донецкого «Шахтера» с итальянской «Италантой». Они сыграют в Харькове в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Чтобы попасть в плей-офф, «Шахтер» должен обыграть итальянский клуб. А «Таланте» тоже нужна только победа. На месте работает корреспондентка ЮЭТВ Наталья Белокудря. Наталья, с каким настроением люди идут на матч? Добрый вечер. Артем, болельщики уже несколько часов собираются около стадиона. Хочу сказать о том, что здесь очень приятная атмосфера. Сегодня здесь судьбоносный матч украинским «Горнецам». Нам нужно обязательно победить. Чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов этого сезона, «Шахтеру» нужно одолеть итальянскую «Таланту». На матче прогнозируют 25 тысяч болельщиков, поэтому на входе в арену установили 25 дополнительных турникетов, чтобы избежать столпотворения. Мы видели, как организовано заводят болельщиков «Аталанты». Также мы пообщались с кассирами и они сказали, что билеты еще есть. Цена на них стартует от 100 гривен до 5000 гривен. Те, кто хотели посмотреть на любимую команду из «Скайбокса», уже давно раскупили эти билеты и этих билетов нет. Ботмейкеры говорят о том, что сегодня игра будет с голами и прогнозируют ничью. А что же говорят фанаты и болельщики «Оранжево-черных» предлагаю послушать далее. Ваше право? 2-1. 2-1. Причем будем проигрывать 1-0, но добьемся победы и выйдем дальше. Мы настроены только на победу. Ну, думаю, 2-1. Ну, как бы надеемся на победу, а там все будет хорошо. «Мы очень стремимся и желаем, чтобы они только победили. Шахтер – чемпион!» «За правопорядком на матче будут следить более 2000 правоохранителей. Это и полицейские, и курсанты силовых вузов Харькова. От себя хочу добавить, что если для Шахтера матч закончится позитивно, то болельщиков ожидает сюрприз. Мы желаем украинской команды победы и настраиваемся на хороший футбол». «Артем». «Спасибо. Будем поддерживать украинскую команду». Наталья Белокудря из Харькова. Матч между украинским «Шахтером» и итальянской «Аталанты» начнется в 20 часов по Киеву. Целебный десерт. Мед используют в кулинарии и косметологии. О его лечебных свойствах знали еще в Древнем Риме. Украина – крупнейший поставщик меда в Европе и один из лидеров в мире. Корреспонденты UATV побывали на предприятии, которое поставляет мед по всему миру, как следят за качеством и вкусом. Смотрите далее. На предприятии мед свозят в частных пасек. Первым делом образцы отправляют в лабораторию. Там продукт тестируют по различным параметрам, начиная от цвета и заканчивая наличием антибиотиков. Мед проверить на рынке мы не сможем. Не сможем, потому что для этого надо какие-то реактивы. И, собственно говоря, только в лаборатории можно доказать и ботаническое происхождение в том числе, и гретый мед или не гретый, мед старый или не старый. Убедившись в безопасности и качестве, продукт отправляют на очистку, доводят до необходимой консистенции и фасуют. В данный момент на предприятии существуют три степени очистки меда. Первичная очистка происходит непосредственно на приемнике. Для этого у нас установлена фильтрующая решетка с определенным диаметром ячеек. В основном какие загрязнения меда – это пчелы, крылышки пчел. Для того, чтобы разнообразить вкус традиционного меда, добавляют фрукты, специи и орехи. Большую часть производимого здесь продукта две трети экспортируют за границу. Основной объем – это производство меда в бочках для продажи на экспорт европейским или американским фасовщикам. И то, что активно сейчас развиваем, это фасовка меда в баночке для отечественного потребителя и зарубежного в том числе. Качество готовой продукции также бдительно контролируют. Мед проверяют в независимой лаборатории. Сегодня украинский мед уже покупают больше трех десятков стран. Больше новостей со всего мира читайте на нашем сайте uatv.ua, а также на страницах Facebook, Instagram и Twitter. В YouTube ищите UATV Russia. Там прошлые выпуски новостей и все проекты канала на русском. Следующий итоговый выпуск новостей в 21 час по Киеву мы готовим. Главное за сегодня – не пропустите! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова